Это блог про приключения и дух авантюризма. В Испании танцуют испанцы. Голубятня посреди Барселоны. Вот так и живем. Как настроение? Это сумасшествие. Как можно о пути думать тогда? В таком раю находишься. Время. Время. Любовь. А где праздник, где веселье? Охренеть. Тут сна я сбадаю мною тут. А Макс на красной бегает. Это лично, я об этом не хочу говорить. Чудеса происходят. Так-то бы не спанки вообще. Спанки. Вот так вот все разруливается. Пока мы не поняли, что из себя Барселоны представляют. Петухи кричат. Доброе утро, Макс. Ты все проспал. Ты два дня проспал, короче. А, блин, ужасно. Бросили наш кемпинг-пласт. Мы же не хотели за него платить. Далеко в Барселону мотоцик. Заплатили же. Ну, один раз. Да, больше надо платить. Ну, да, если бы у нас были деньги, да. Мы решили сэкономить. И тут еще ближе к Барселоне есть такой пляж, на котором мало народу. И над пляжем находится вот этот вот заведение. Это какой-то бывший завод. Перестанция какая-то. Это будет наш хостер. Заброшенный, да. И мы решили там поставить палатку в нем. Мы не просто спать, короче. Там снизу, песчаный пляж хороший. Первое, куда мы пойдем, когда в отель заселимся, это вот туда. И это просто восьмое чудо света. Слегка мы переборщили с этим заводом, да, на котором жить собираются. Там закрыто все, и там марокканцы бегают. Короче, там опасно. Террористы там бегают. Да, опасно там вещи оставлять. Марокканцы и тараканы. Да, и ты спишь, короче, если в спальном мешке на пляже могут даже ночью к тебе подползти, кошелек потихоньку вытешить. Как тебе испанки и что собой символизирует башня? Ну, вопрос идет в одну сторону. Автобусы, как у нас в Гамбурге, Мерседес точно такие же. На самом деле я вам хотел показать наш хостель. Вот такой многоэтажный. Отсюда вид такой прикольный. Да, круто здесь. Мне нравится. Здание такое, ну, такое современное. Все на английском разговаривают, все тебя понимают. Вот она, красота, совершенство, вынос мозга. Сколько ты готов пожертвовать на достройку архитектурного гения Европы, Гауди? Амакс. Это нечто. Столько деталек, столько человечков. Как будто из песка, как будто песок сыпят мокрый. Такие. Вот тут вот более новая часть. Видно, что материал более свежий. Идет стройка во всю. Блин, а там какая-то пасть, как будто. Что, пасть такая, зубы, что ли? Что это? Очень интересная. Очень интересная. Чёртики, святые, ангелы. Обалдеть просто это. С ума сойти можно. Сколько труда, сколько работы. Ёлочка с голубями. Раньше люди реально могли красиво строить. А сейчас только достраивают. А сейчас строят только ящики. Ты сейчас думаешь о том, чтобы вещи вынуть в стиральные машины. А мы в таком месте находимся. Блин. Вообще не до этого. Да пускай там стоит, короче. Ладно. Ты когда бы. Как можно быть и думать, когда бы. В таком районе находишься. А вот эта часть, с другой стороны, более современная. Тут такие фигурки уже. Вот такие вот более абстрактные. Рыцари. Святые. Оно как бы сочетается с тем стилем. Почти то же самое, только более какое-то квадратное. Я думаю, современное. Очень интересно. Вот видно, что прям некоторые части более новые. И из другого материала. Вот там, видимо, песчаник идёт. А вот эти вот колонны и надпись, это, по-моему, что-то типа мрамора. Ну, это какая-то очень позитивная готика. Класс. Он просто ждёт терпеливо. И позирует. А я всегда говорю, Максу надо быть актёром, а не инженером. Любители фруктов и вкусно поесть найдут для себя удовольствие. Что-то тут только нету. Аккерсины, бананы. Прикольно. Макс хавчик выбирает уже полчаса. Вегетарианец, короче, не может себе блюда подобрать. Я тоже вот капризничаю. Там, выбираю иногда. Но Макс что-то сегодня вообще выбирает, выбирает. Yamaha R6 стоит. Хороший мотоцикл. Мне он нравится. Жили как бродяги. А теперь живём как короли. Очень уставший идём по Барселане. Хочется спать. Прямо со хвостом. Что там впереди будет, а? Как ты думаешь? Ты можешь идти к месту, где нет людей, и это не банды. Подружились в хостеле с американцами. Мне вообще взяться не будет с ними. Пустая не с ними. Общаюсь, но они как-то с тобой пообщаются. Они не привязываются. Я не могу просто ходить с американцами и просто шутить. Дороги расходятся. Ты тоже архитектор Гауди? С Гауди, да? На этот сигарный долг. Какой-то он слепил, не знаю, что. Из чего? Слепил руками сам. Ну так и было. Такая мозаика прикольная. Подводная такая. Видосик, видосик. В общем, забрались мы на холм. И отсюда такой вот классный вид на Барселону. Вон видно там саграда до фамилия. Вот такие. Наверное, самое высокое здание. Еще не достроено. Вот такие деревья здесь. Я когда поднялся, подумал, какие-то искусственные памятники стоят в стиле Гауди. Вот такой вот порт Барселоны. Ну, такой вот. Сильно компактный, кстати, из Гамбра. Вот так наш товарищ. Танцуют испанцы. И не только испанцы, наверное. Ну, вообще, такое настроение такое очень миролюбивое, расслабленное, добродушное, доброжелательное, легкое. Прикольно. Я-то не любитель танцевать. Мне как-то смешно все, кажется, с этим потанцульки. Ну, вообще, смотреть приятно, как бы, что люди знакомятся, так друг с другом развлекаются. А вот Макс тоже стоит и любуется. И никого не может пригласить. Не знаю, может, ему и не надо. Квартал, прилегающий к морю. Красота какая. Плитка, пальмы. Тут еще другая обзорная площадка. И отсюда вид на море через Барселону. Вообще кайф. Эта башня не перестает меня удивлять. Каждый день. Ну, такая очень великая и важная вещь, что она символизирует. Триумфальная арка сердца Барселоны. Люди гуляют. Люди гуляют. Колониальная архитектура, пальмы. Макс. Бабушкина сумка, шлем от мопедика. Мыльные пузыри. Испанский огород посреди автобана. Тут кольцо такое с скоростной развязкой. И посредине него парк. Классно сочетаются помидоры и пальмы. Вот вам Испания. Макс уехал. Настояние хреновое. Что не знаешь. Что будет, куда ехать, денег мало. В палатке просто так. На пляже ночевать. Стремно тоже. Надо просто начать двигаться и выехать в другой город, в соседний или куда-то за город и попробовать просто. Просто попробовать начать и что-то получится. И мир поможет. Может, встреча кого-то интересного. Может, местечко классное подвернется. В парке Гауди гуляю. Обалдеть. Чего тут настроено? Просто кайф. Без комментариев. А тут на склоне с хорошим видом на Барселону собираются байкеры. Это какая-то сказка на горе. Вы только посмотрите. Вот это да. Вот это кайф. Это просто что-то необыкновенное. Почему такого в России нет? До свидания. Прекрасный парк аттракционов. Охренеть. Попал я в самый эпицентр. Хотел к хостелю проехать. Это что это? Это, наверное, Каталония опять независимости хочет. Или я не знаю, что они требуют. Вот. Теперь проехать не могу. Посмотрим, чем это все закончится. А тут как раз это самое. В Барселоне в следующие дни праздник намечается. Грация. И они должны улицы украшать. Я думал, сейчас проеду, посмотрю. Эти маленькие улочки украшены. Ну вот их украсили. Вот так вот. Федеристки, федеристки. По машинам, отбой. Пошли, феминистки, своей дорогой. Пошли, феминистки, своей дорогой. Пошли, феминистки, своей дорогой. Редактор субтитров А.Семкин. КОНЕЦ Фестиваль Субтитры создавал DimaTorzok чудеса происходят у нас короче мы с максом покупали 10 поездок в барселоне вот и у меня уезжал короче три осталось мне вот и короче а мне нужно было четыре чтоб сейчас до до вокзала добраться четвертое нужно было по идее вот и как раз захожу в метро и ребят такие говорят тебе нужен билет у нас тут еще одна поездка вроде осталось вот так что верьте в чудеса и они будут сбываться